Всем привет! Меня зовут Роман Кулешов, это Honda Accord, а мы находимся в городе Каменск-Шахтинск. Каменск-Шахтинск это город в Ростовской области. Мы с Денисом привезли сюда Honda Accord, человеку, который ее будет покупать. И сегодня в этом видео я вам расскажу о том, как это все происходило, но давайте обо всем по порядку. Каменск-Шахтинский, вот он находится где у нас, то есть тут же недалеко Донецк, я не знаю, Луганск вот сам. То есть Донецк два раза, то есть я не особо шарю, но вот это вот тот Донецк, о котором речь идет, почему их два, я не очень понимаю. Но в общем, короче, совсем недалеко мы находимся от веселых, интересных действий. Так, короче, выезжаем ночью. Так, вышло. Так, нужно. Аккорд. Нам нужно будет проехать. Три тысячи, что-то Денис говорил, шестьсот. Три шестьсот, да, Денис, надо проехать? Да, три шестьсот. Три шестьсот, короче. Ну все, стартуем из Новосибирска. Готовы. Короче, мы в славном городе Омске, заехали на мойку, потому что машина после дождя вымазала вся. Денис говорит, не могу на грязной машине ехать, поэтому, короче, сейчас помоемся и поедем дальше. Пока в Омске. Значит, мы пока в Омске и пока машина чистенькая. Я вам немножко расскажу про сам аппарат, который мы доставляем. Значит, это Хонда Аккорд 2018 года выпуска. Полтора литровые, 192 лошадиные силы на вариаторе. Пробег в районе 70 тысяч километров без владельцев Российской Федерации. Вот так вот выглядит перламутровый цвет. Очень классный. У меня было короткое видео уже на канале про эту тачку. В целом, вы, наверное, ее уже видели, те, кто подписан. Но там не было этих черных элементов, затянутых в пленку. Зеркала, крыша, обратите внимание, совсем другой вид встал у нее у тачки. На мой вкус офигенно выглядит. Классно. Вот, в общем, такой аппарат мы доставляем. Тачка огонь. Уже проехали вот до Омска на ней. Супер вообще едет. Офигенно. Дорогу держит офигенно. Ну, Денис еще и поставил сюда диски. С вот такой вот резиной. Я надеюсь, видно вам рисунок протектора. Такая дерзаковая резина. Я не знаю, что это такое, честно говоря. Но в целом, дорогу держит очень круто. Вот. Такая вот машина. Ее мы, собственно, и доставляем. Так, а это мост через реку. Тут такие красивые здания есть. Старинные, насколько я понимаю. Не, в целом, город приятный. Честно сказать, на первый взгляд. Я бы, конечно, ни разу не был. Мне поэтому интересно. Чистенькие вроде так хорошо все. Дороги вроде неплохие. Но они раздолбанные, во всяком случае, на первый взгляд. Красивые. Мост вообще прикольный, да. Фонари классно сделаны. Интересно. Вот это вот вроде как померика. Если я правильно понял. Большой город. Так вот. Толесово обозрение там высокое. Интересно было бы погулять, конечно, по нему. Не Омь. Не Омь. Это Иртыш. Это Иртыш. А Омь. Это, видимо, дядь, посмотрите, ты видел еще. Иртыш, значит, да. Смотри, как. Отличает. Да? Ну да, да. Неплохой. Я его ночью постоянно проезжаю. Проезжал. Раза, три, четыре. Ну, ничего, он тоже красивый. Не, приятный город. Едем дальше. Значит, стройку я офигел. Нифига себе, сколько кранов здесь. Прям основательный какой-то жилмассив строят. Прикольно. Выезжаем из Омска. Или еще нет? Нет, еще не выезжаем. Я, короче, периодически этих водителей новосибирских ругаю за то, как они ездят. В Омске ездят не лучше. Надеюсь. Не лучше, чем у нас, блин. Вот выезжаем из Омска сейчас. Я обратил внимание, на въезде новый асфальт. И сейчас видно, что новый. То есть разметка даже не нанесена. И вот там стройки идут. То есть дороги прям строятся в Сибири. И это радует. Новосибирск, правда, немножко обходит стороной. Не, ну у нас тоже чуть-чуть, кстати, ремонтировать начали хоть. То есть 5 лет назад вообще все раздолбанно было. Сейчас гораздо лучше с этим стало. Ну тут прям масштабные такие стройки. Хорошо. После Омска есть такая штука. Вот такие вот березы мертвенькие в полоте. Интересно, вот с чем это связано. Что когда подсохло, они наросли. А теперь опять добавилось воды. А, ну а горелые. Может это из-за пожара. Он обгорел из стволы. Очень большой вот такой вот лес. Интересно. Так, короче, городишко называется Тю-Калинск. Я надеюсь правильно ставлю удовлетворение. А местечко, в котором мы остановились, называется Берлога. Здесь кафе и гостиница есть. Решили покушать, осталось. У нас, как обычно, первое. Супец с лапшой. И гуляж с рисом и с макарошками. Будем есть. Короче, местечко еще раз. Берлога называется. Место хорошее, но по ценнику дороговато. Вот когда из Владика в Новосибирск едешь, как правило, в кафешках чуть-чуть дешевле еда. Но в целом, хорошо тут. А мы тем временем едем по Уральским горам. И горам. Кто там знает, как правильно, напишите в комментах. Короче, половину пути мы проехали. 1800 километров осталось еще примерно столько же. И мы будем на месте. Что же, наш путь продолжается. Скоро будет Уфа. Аккорд, Денис. Короче, Газпром здесь есть. В Уральских горах, не доезжая Уфы. И на этом Газпроме, помимо кафешки внутри, есть еще столики снаружи. Можно посидеть. Снаружи немного отдохнуть. Вот мы чуть-чуть перекурим. И чуть-чуть отдохнем. Поедем дальше. Пока едем, кстати, еще одна грандиозная стройка. Вот тоже хочу показать. Дорога, видимо, будет новая. Крутая. Не то, что сейчас. Вот. Мосты. Блин, нифига себе. Тут прям что-то грандиозное. Бам-2. По прямой она будет, получается. Да, да, да. Сейчас по низине увидим. Она будет прям. Я думаю, то что четырехполосное шоссе будет. Классно, классно, блин. Радует, что строятся дороги, строятся в России. Да, виточки тут в целом, конечно, классные. В горах всегда классно. И в Уральске в том числе. У нас тут закат. Тупящие газелисты. Офигевшие фуроводы. Все как обычно. Все как везде. Закат красивый. Не, ну еще раз. Про масштабы все-таки. Спиливают горы. Прямо я. Вот стройка-то масштабная. Вот. Две стороны будет. По две полосы. Тут уже она заканчивается. Продолжается дальше даже. Развязка. Ага. И Адук. Ага. Да, да, да. Еще туда пошла. Туда пошла. Охренеть. Да, очень-очень масштабная строечка. Тут дороги идет очень. Вот тебе раз. У нас же война вроде как идет. Специальная военная операция. Точнее. Да нет. Ну, короче. Блин. А стройка-то идет. Жизнь продолжается. Три полосы в одну сторону. Вот теперь видно, что мы к цивилизации подбираемся. Девятки, правда, летают тут 200 километров в час. Скоро Самара. Ну, да. А, точно, точно. В Тольятти. В Тольятти, Самара. Сейчас там вообще будет. Пушки будут. Пушки-гонки. Блин, такая тут прикольная подсветка, когда дверь открываешь. Вообще классная. Мы до Каменск-Шахтинска не доехали. А мы едем туда. Значит, остановились в какой-то гостинице. Называется гостиница. Вот. Короче, вроде есть номера. Пойдем тут переночуем. Завтра уже доедем до места назначения. При отеле есть кафешка. Нигай себе. Тут потолки какие высотой. Чай. Тороча. Вот такое количество пространства тут. Не занято место сколько-то фигища. Свободного. Вот. Решили Лагман поесть. И чай попить. В Лагмане. Гидра 2. Растительного масла. Жирные все. Печеночки. Хана моей. Кажется. Так. Все. Проснулись. Короче. Вот такая вот гостиница. Которая называется гостиница. Три кровати. Шкаф. Есть. Туалет. Оно недавно все построилось. Это с душем. Туалет. Построилось недавно. Здесь еще свет не работает даже. То есть. Тут должен быть какой-то датчик. Света. Там типа говорит. Админ похлопай. Ничего не происходит. Свет не работает. Есть. Телевизор. Короче. Поспать пойдет. Вот. В целом. Все ок. Сейчас стартуем. Дальше. Еще полторы тысячи километров надо проехать. Все. Денис что готов? Я готов. Все. Погнали тогда. Да? Аккорд тоже готов. Так. Ну и что Денис говоришь? Масло проверил. Все норм? Да. Масло проверили за две тысячи километров. Ни грамма не съело. Масло. Ну понятно, что две тысячи оно поработало. Но оно светленькое. Ага. Хорошо. Машина в норме. Идет хорошо. Ну и все. Погнали дальше тогда. Нам еще полторы тысячи ехать. Да. Полторы тысячи. Но в принципе. В принципе погода хорошая. Нормальная. Да. Вот тут мы короче были. Вот гостиница, которая называется пока что просто гостиница. Нет, это как-то называется. Ну как-то называется, но пока не написано. Вот. Я даже не знаю, что это какой-то поселок этот. Нет, федеральная трасса вот она. Трасса, да, вон она. Федеральная трасса идет на Самару, туда, в сторону Москвы. От Уфы, короче, в Самару. И вот здесь вот немножко отъехав от Уфы. Ну она строится, он же еще корпуса строится. В принципе, ну неплохо. Я думаю. Пойдет. Пойдет. Свет надо сделать только в номере души и будет нормально. Нам сказали там хлопать. А датчики. Я заколебался, я заколебался хлопать только. Все, короче, погнали мы. А мы тем временем на Волге. И здесь гидроэлектростации. Честно говоря, масштабы меня поражают немножко. На АБИ у нас не такая электростанция. Ну, во всяком случае, не так конструкция выглядит мощно. Здесь прям очень мощно выглянется. Короче, все путешествие из окна машины. Все в мошках. И всяких насекомых. О, какие-то факелы говорят. Я, честно говоря, не знаю, что это за сооружение. Видимо, электростанция. Газ, перерабатывание. Нефть, наверное. Нефть, газ. Прикольно. Мы тем временем доехали до Саратова. В Саратове заехали покушать шашлычка. Кафе называется Шашлычный городок. Чаечек, лепешечка, грибочки, мясо. Такая история. Короче, шашлычный дворик в Саратове. Будете проездом, заезжайте. Отлично кормят тут. Кого-то, если заинтересует, первый проезд танкистов 6. Заезжайте, реально очень вкусная еда. Че хочу сказать. Дороги в Саратове плюс-минус, как в Новосибирске, короче. Я так понимаю, в России с дорогами почти везде беда. Вот, такой городишко. Где-то одноэтажный, где-то многоэтажный. Тепло тут, 30 градусов. Такой. Довольно типичный тоже российский город. Так, все. Мы, короче, добрались до места. Это город Каменск-Шахтинский. Там у нас, собственно, отель Петровский. Там мы будем ночевать. Тачка тут. Сейчас приедет товарищ, который, собственно, ее будет у нас забирать. Ждем. Заселяемся в отель. И все остальные действия будут завтра с утра. О, как раз приехали парни посмотреть тачку. Короче, тачку посмотрели, все документы посмотрят, ребята. И все. Ночуем. Завтра с утра все делаем. Нам еще нужно каким-то образом отсюда уехать. Я вам, кстати, чуть-чуть попозже в отель покажу. Покажу, что за отель у нас. Тут, видимо, с туристическим наплывом это все связано. В основном корпусе мест нет. У них тут еще один есть. И вот у нас бронь там. Идем туда. А корпус новый. И что, пахнет красочкой. А второй этаж? Вообще все новое. Прям, блин, новый корпус. А номер у нас такой. Шкаф, значит, в начале. Тут можно. Кости бросить. И вот здесь вот еще, короче, две комнаты. Четенько. Вообще. И машина под окном. Машина еще у нас получается. Вон ее видно. Прямо отсюда. Да? Вон она стоит. Классно. Удобненько. Ну, понятное дело, там душец. Туалет. Так вот все выглядит. Очень цивилизованно. Очень. А сколько стоит, Денис? По Яндекс.Путешествию со скидкой вместе с двумя завтраками вышло 4,500. 4,500. Цена подарок. Сколько мы ездили. Ну да. Не, ну за вот это, 4,500 это норм. Сними еще. Че? Новое одеяло. В этих. Все запечатано, все обработано. Валерийная доска. Прикольно. Полотенчики, халатики. Прикольно тут, короче. Мне нравится. Сейчас тюрьку забодешь. Так, все, короче, мы проснулись. Денис уже уехал на мойку. Сейчас вернется и, наверное, поедем ставить на учет машину. Потому что товарищ, который у нас машину покупает, уже приехал и уже давно тут ждет. Вот. Сильно заранее. Блин, номер такой классный вообще. Гостиница прикольная. Вот это вот. Классная прям. Так спалось хорошо, но мало. Жду Дениса. Все, сейчас поедем дальше делать наши делишки. Машина готова. Мы сейчас пойдем еще поедим. Парни тоже приехали. Машину будут забирать. У них, кстати, тоже Honda Civic. Тоже Алексей говорит про то, что типа очень много долго ездит на ней. Вот. Решили, короче, классом выше взять машину. Вот. Теперь будет аккорд у них. А мы тем временем пришли, короче, позавтракать. Сейчас пока кофе попьем, пока ждем еду основную. Прикольно здесь, мне, честно говоря, очень понравился и номер, и, в принципе, буфетик, короче, где завтракают. Классно. Уютненько. Яичница такая кругленькая. Красивенько. Денис, макароны с сосисками отрезкой. Не, приятно. Оно тоже. Вообще, скажи, классно. Приятно. Все сделано, все вкусно приготовлено. Кстати, мало где так есть. Это все, ну, комфорт, качество и цена. Блин, 5 баллов. Ну да. Прям 5 баллов. Ну вообще, отель 3 звезды нарисовано на нем. Но так тут хорошо, конечно. Короче, финальная стадия осмотра. Ну это типичная вещь. Всегда есть товарищ, который шарит в тачках, который сейчас посмотрит, скажет свой вердикт. Если все ок, люди тогда забирают. Вот мы сейчас на финальной стадии на этой находимся. Короче, знаете, какой вопрос возник? Автоэкспертом на заметку. Типа, должен ли быть здесь герметик? Должен, по идее. Вот, по идее. И вот, короче, если это, вы очень шаристый подборщик, напишите в комментах. Короче, мы посмотрели на нескольких аккордах и ни на одном вот тут вот герметика на шве нет. Так, мы, короче, сели в сторону Мрео, уже едем. Алексей первые километры делает за рулем. Потом поинтересуемся, как ему, собственно. Мы в ГИБДД будем присутствовать при оформлении. Денис сейчас заполняет документы. Ну и, соответственно, получим номера, поставим на учет машину и мы потом уже будем двигаться в сторону дома. Короче, возникла небольшая проблемка с тем, что очередь только на завтра есть для постановки на учет. Я попрошу Алексея, чтобы он видео записал. Когда поставит на учет, прислал Денису, я потом поставлю. А так, в целом, мы, наверное, наши, наверное, полномочия на этом все сегодня. Короче, если есть что сказать, можете что-то сказать. Короче, сейчас происходит самый волнительный момент, это передача денег. Денис там подсчетом занимается, я, наверное, мешаю немного. В общем, на сегодня очередь уже забита вся в ГИБДД. Сегодня мы на учет поставить не смогли. Все документы мужикам передали. Алексей запишет видео. Я сейчас следующим кадром поставлю то, как они машину на учет поставили. И это тоже все сюда вставлю. Ну, а нам пора двигать домой. Ура! Мы получили номера. Специально для Дениса и Романа ушло полчаса, никаких проблем не возникло. Вчера не получилось у нас, так как ГИБДД мест не было уже. Сейчас вот после работы приехали. все получили, все нормально, никаких проблем нет. Сейчас прикрутим и будем обалдеть. Надеюсь, что все будет отлично. Машина обалдеться на огонь. Красоточка. У нас прошел ливень сильнейший. так, короче, Костя тоже прокатился. Костя, ну что, как тебе? Машина пойдет, да? Хорошо. 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 Мы в Каменс Шахтинске на ЖД вокзале уже, короче, все сделали по машине. Теперь наша задача купить билеты и доехать, надеюсь, до Москвы оттуда на самолете в Новосибирск. На всяком случае, такой план. Сейчас подождем очередь и купим билеты. Надеюсь, они будут. Короче, мы с Денисом товарищи фартовые. Что у нас? 11.50 через полчаса купешки, нам, получается, достались? А по приложению билетов, кстати, нету. Вот, вот, касси есть. Все, короче, мы уже купили билеты и сейчас попрощаемся и поедем. Все, ребята, блин, кстати, Каменс Шахтинский город офигенный. Вот, ребята, тут классные, доброжелательные. И не успели, съездить никуда. Кстати, блин, классно, приезжайте, отдыхайте, тут же есть, отдохнуть, да, много места. Поворачка. Поехали мы. Кстати говоря, в целом, в городе очень много военных. Вот он, наш поезд. Двухэтажные вагоны. Так, нам нужно на второй этаж. Короче, тут первый этаж, второй. У нас 82-84 места. Интересно. Какойди? 83-84. Вот они. Ну все, мы тронулись в сторону Москвы. Денис, во сколько прибытие у нас там? 4 утра. прибываем в Москву. Все, погнали. Блин, прикольные двухэтажные поезда. Классные. Билеты нам достались в купешке в первом вагоне на втором этаже. втором этаже двухэтажного поезда. 2 плюс 2. Короче, блин, прикольно, но место мало, честно говоря, тут прям, даже с моим ростом маловато. вот так в целом хорошо. Котерчик дует. Едем в Москву. Куда едем? В Москву. Все, приехали, короче, в Москву. Наконец-то, блин. И сейчас нам надо будет чем-то заняться, потому что билеты за вменяемые деньги в Новосибирске есть только на завтра. А тут говорят про то, что дожди, капец, какие лютые. идут. Сейчас посмотрим, что тут происходит. Вышли мы на Казанском вокзале. И так как все мы на диете, первое, что мы решили сделать, туда поесть, конечно. Короче, здание Казанского вокзала, как по мне, так очень похоже на то, что в Новосибирске в главном. Ну, есть что-то общее, во всяком случае. Красиво все-таки в Москве. Здание гостиницы очень круто выглядит. Видно, что это не современная постройка, очень советская, но, блин, классно. номер мы забронировали в отеле Космос. И нам нужно до завтрашнего дня чем-то заниматься, потому что самолеты только завтра, соответственно. Заезд, правда, с трех часов дня, а мы приперлись. Сколько там времени сейчас? Пять утра. Сейчас будем что-нибудь думать, делать, чем нам заняться. Это гостиница Космос, здесь мы тусуем. Тут же, по-моему, как будто бы машина ехала в ночном дозоре. Вид отсюда прикольный, со входа классно, Останкинскую башню видно. Я заговариваюсь в пять утра. Вот, прикольно, красиво. Прикольно. Номеров, наверное, очень дофига тут. Мы, короче, решили пойти погулять, потому что заняться чем-то надо. Один фиг, заезд только в три часа. Сейчас что-нибудь придумаем. Здесь рядышком ВДНХ. Вот, мы сейчас пойдем на ВДНХ. Давайте пойдем туда. Здесь рядом с гостиницей Космос продаются и сдаются в аренду автодома. Блин, как бы я хотел бы себе что-нибудь такое вообще. Интересно сколько стоит. О, это наверное полноприводный Мерседес. Вот это прикольная тема. Вот это прикольно. Прикольно. И прицепы тоже есть. Я, значит, как необразованный сельский житель только сейчас узнал, что ВДНХ это выставка достижений народного хозяйства. Я до этого не в курсе был. Теперь буду в курсе. Здесь короче очень много электробусов для тех, кто никогда очень много электробусов. И мне вот интересно, а куда будут утилизироваться батарейки из этих электробусов, когда они собственно свои отходят. Интересный вопрос. Никогда не видел, как они заряжаются вот так вот собственно сверху. Прикольно. Прикольно. Хорошо утром в Москве. Никого нет, блин. Я на самом деле был здесь пару раз и больше всего мне не нравится количество людей. А сейчас никого нет. Классно. Я-то тут не был ни разу, поэтому мне все интересно. Вот это Останкинский пруд, а вот это Останкинская же телебашня. В Москве кайфово то, что здесь довольно чисто. В целом убираются прикольно делать нечего только блин. Мы погуляли немного, я уже ходить устал. Хочется лечь и ничего не делать. У нас на Сибирске пока не так много москвичей вообще. Здесь вот в каршеринге уже есть и в такси в принципе я вижу очень часто китайские машины москвичи которая тоже китайская машина только с шильдиком москвич. Вот уже собственно есть в каршеринге. Ну что это наше будущее теперь вместо Volkswagen Polo и Hyundai Solaris будет вот такой вот москвич. Честно говоря я не думаю что это плохо. Название было бы другое. Да нормально москвичи москвичи просто я про то что он же ну эта тачка удобнее чем Solaris всяко вот поэтому как бы блин москвичи москвич я думаю что норм Денис поражается тому какая остановка в Москве в Новосибирске у нас по-моему только на площади Ленина такая есть где можно подключиться к Wi-Fi бесплатному и зарядить телефон Я вот туповатый просто тут амперы разные Это в любой втыкай зарядка должна пойти просто работает она или нет работает нет она загорелась загорелась да зарядка не идет а ну-ка в другую она разъебанная ну короче классно да но не работает не работает а еще в центре Москвы некоторые люди находят вот такие вот штуки я думаю некоторые в курсе что это такое вот и принимают какие-то вещества вход это телецентр Останкино вот это телецентр Останкино вход и тут вот раскрыли закладку наркоманы центр Москвы нормально заняться то нам надо чем-то вот мы шаримся по Останкинскому парку и Дениса очень поразило то что здесь есть площадка специальная для выгула собак и в целом в парке чисто мусора нет это хорошо у нас не так к сожалению аккуратненько вот таких бы побольше вот на площадку площадочка спокойно огорожена ну почему бы не сделать вот такие вот вещи в Новосибирске есть парки ну да я не думаю что это так дорого стоит обнести забором поставить пару лесенок для собак делать и все согласен согласен и людей нет красота а еще была обнаружена вот такая неведомая тварь это улитка офигеть только панцирь где-то потерял что он тут делает блин была обнаружена такая штука крутой очень аттракцион Денис 44 годика 43 ну ладно 43 давай да ну тут скорость-то маленькая совсем прикольная конечно второй раз веселее дело пошло тагил рулит разруливает тагил в сибирском смысле прикольная прикольная вещь ну вообще делов-то тут тебе нифига ну я вот всегда думаю это вот от степени везения зависит или от непродуманности действий вот там такие тучки как бы все по-хорошему я даже в новостях читал что будет дождь сильный в Москве в эти дни но нас это не остановило мы же не сахарного да от того чтобы пойти погулять дождь прям знатная пахнет короче погуляли так погуляли дожди на упорок но мы успели заказать такси по не очень большой цене скажем так кому интересно номер в гостинице космос значит ванная ванная именно не душ значит сам номер что-то типа похожее на телек зеркало вот вид не на ВДНХ ну там надо было ждать мы ждать не стали уже хочется отдохнуть вот так ходили в магазин сейчас и тут короче вот по коридору когда идешь советский советский стиль кто-то это совком совдепи называют а мне честно говоря очень нравится вся эта история очень классно хороший материал натуральный в Москве идет дождь практически постоянно но мы решили что все-таки пойдем погуляем и вот было принято решение спасаться такими дождевиками и есть ощущение что мы одни такие но прикольно удобно и не мокро короче пойдемте куда-нибудь пошаримся мы пойдем чуть поделаем в музей космонавтики и наверное съездим на красную площадь сейчас короче все покажем короче решили с Денисом приобщиться к прекрасному и сходить в музей космонавтики на ВДНХ вот сейчас походим тут посмотрим что тут интересного короче в начале здесь много аппаратов различных еще 60-70 которые были на Луну отправлены спутники различные прикольно то есть люди 60 лет назад уже умели делать такие штуки честно говоря всегда думал что они побольше размером они совсем маленькие прикольные экспонаты тут конечно если все показывать нужно будет несколько часов потратить но вот не знаю меня заинтересовал скафандр для работы в открытом космосе вот таким вот образом выглядит человек залазит у него сзади если обратить внимание здесь такие вот трубки для того чтобы поддерживать температуру тела нужно какие же умные люди были раньше в СССР господи кто же это все придумал короче базовый блок станции мир вот это интересно посмотреть как соответственно люди жили в космосе небольшой вот такая вот была станция мир когда-то не ну блок то большой на самом деле я почему-то думал что они меньше это довольно крупная ерунда которая постоянно на орбите находится да интересно конечно посмотреть на это и круто понимать то что это люди которые жили в твоей стране все придумали я вот сейчас хожу и думаю про то что раньше люди работали не за деньги которые все это делали они работали за идею хотели стать лучшими покорять космос блин правильно потому что не надо было думать о том как бы не сдохнуть прокормить себя там своих детей ты знал что если ты хороший специалист тебе государство оплатит лечение если вдруг что-то случится если тебе негде жить тебе найдут жилье блин и не бросят на улице а сейчас все что человека заботит это как бы заработать на то чтобы пожрать и не умереть блин да как же все поменялось я когда бывают в таких местах мне все время все время грустно становится от того что я живу блин в 2020 году а не в каких-нибудь вот тех когда люди жили и верили в будущее и лучшее и строили строили будущее реально не то что сейчас происходит блин такая штука различная электроника для управления правда здесь уже мониторы какие-то стоят вот и все было написано на русском языке без всякого дублирования на ненужный нам совершенно английский да честно говоря я вот все равно когда вот это вижу мне стыдно за то какая сейчас нынешняя Россия вассал какой-то Америки Европы неважно блин было же время это я так понимаю спускаемый модуль я чуть не вижу чтоб написано было что-то ну да и я вот смотрю как люди тут вот находились вот в таком вот состоянии что-то я не хочу быть космонавтом место в общем очень интересное и стоит тут погулять просто чтобы приобщиться к этому и посмотреть как все происходило раньше честно говоря я ну меня много о чем заставляет задуматься вот эта вся история короче погуляли по музею теперь поехали в центр просто тоже пошарить длинный эскалатор пришли на площадь на красную площадь я что-то когда был последний раз это я был давно здесь все было закрыто сейчас все открыто можно погулять нормально спокойно посмотреть на местную архитектуру кремль я больше для себя честно говоря прикольно классно тут конечно решили прогуляться по гуму еще немножко в целом то же самое как в музее смотреть можно трогать нельзя купить тоже вряд ли что-то честно говоря я вот вообще никогда не понимал зачем люди тратят бабки на необоснованно дорогие шмотки там никогда не понимал нахер это надо по мне бесполезная трата денег любая брендовая одежда параша на мой вкус так короче тут продаются лесопеды ну-ка Денис покажи ценник сейчас смотри это Великобритания фирма Великобритания ну прям хороший ценничек у него 287 тысяч хе-хе-хе охренеть короче на мой вкус самый большой недостаток Москвы в целом помимо того что здесь красиво конечно и все прикольно это достоинство естественно а вот недостаток самый большой очень большое количество нервных невменяемых людей я иногда думаю что со мной что-то не так допустим что я слишком много нервничаю нифига я спокойный познавший дзен очень терпеливый по сравнению с тем что я вот вижу здесь а теперь короче снова вернулись на ВДНХ короче Денис говорит есть какой-то супер дупер фонтан идем посмотреть на фонтан а мне нравится вход здесь вход и вот то что там наверху сейчас покажу очень круто ну просто на картинке не кажется что это масштабно очень а на самом деле сооружение здоровенное вообще прям как они их туда наверх затолкали все не понимаю так ну вот тут площадь собственно с фонтанами главный павильон и вот так это все выглядит красиво конечно в Москве ничего не скажешь можно очень долго гулять немного поближе здания покажу да все-таки советская архитектура она крутая и музыка и советский фильм блин вблизи эта штука еще масштабнее кажется чем издалека точнее она и кажется масштабной потому что издалека кажется небольшой охренеть вот же строили раньше так короче вот тот фонтан про который говорил Денис здоровенный ни хрена себе какой он честно говоря мне интересно я наверное как дикарь выгляжу но я правда не видел этого ничего поэтому мне все интересно круто тут сейчас покажу вам поблизи вот он какой свет еще такой классный сегодня круто ну и честно говоря я снова от масштабов офигевая не знаю какой он будет на картинке на чем вы смотрите но выглядит это супер масштабно просто просто офигеть классно хотя бы раз я думаю здесь стоит побывать короче смысл какой вообще здесь ВДНХ и всего что тут происходит смысл в том что вот допустим на том здании нарисованы все республики которые входили в состав Советского Союза ну и вот каждый павильон что-то из себя представляет есть в том числе посвященные ну допустим Кыргызстану посвященный павильон робостанция какая-то то есть они различные такие есть и я думаю что если каждый заходить то ну наверное пару дней потратить на это нужно а то и больше может быть короче белорусский павильон там за ним БелАЗ кстати стоит ну соответственно предприятие белорусское белорусское масштабное здание прикольно Денис короче говорит давай кукурузу поедим солененько будем есть с кукурузой да вот когда на это все смотришь понимаешь что когда-то наша страна была великой я надеюсь что она снова такой будет когда смотришь что были свои самолеты нам не нужны были всякие сраные боинги ракеты но они до сих пор есть кстати что с космосом в порядке очень было круто все дружили блин никто не срался как сейчас классно я надеюсь что скоро все будет опять так же пока гуляли вечер уже наступил вот такая тут подсветочка красиво конечно здесь короче в космосе стоимость номеров был включен завтрак это стол и вот мы сейчас едим потом надо будет что-то поделать и едем в аэропорт погодка конечно в Москве нынче даже башню не видно из-за облаков мы позавтракали сейчас будем собираться потихоньку в сторону аэропорта так ну вот собственно все мы выселились из отеля и теперь двигаем в сторону аэропорт решили по максимуму на метро потом на автобусе сейчас идем в сторону метрополитена блин какое тут здоровенное колесо обозрения конечно интересно было бы на нем прокатиться но мы уже двигаем в сторону дома от домодедовской станции метро идет автобус в сторону аэропорта и так кэш получается гораздо быстрее и гораздо меньше по деньгам чем на такси короче поехали в аэропорт тронулись уже ну по год блин не очень скажем так подвела нас немного но все равно успели погулять и в целом интересно было пошарить по Москве конечно же собственно добрались до аэропорта до Мадедова людей принесли и вот и вот Денис говорит что у него такая фигня случается части и он считает что что-то что-то не так у него с лицом блин что у него что-то очень смешно ну вот короче не ну хлеб вкусный в целом нормальный но это но это не лепешка блин я уже привык уже привык да к такой фиге я же этого не заказывал ну да зачем мне это нести можно подойти хотя бы спросить да да представляете вы заказали автомобиль а у меня не было такого автомобиля я бы вам привез другой автомобиль вместоакорный Camry ну Camry гибрида с 200 пробега с квадратными колесами значит еще мы вот сидим пока едим вот там вход на посадку для пассажиров бизнес-класса и вот очень много людей туда заходит хотя вывесок много разворачиваются и уходят как ты считаешь Денис почему так происходит а потому что совсем не читают там много очень вывесок написано что это для бизнес-класса пошли обратно то есть ты решил все-таки на видео корректно выразиться да я решил на видео корректно я тут сижу уже полчаса я просто угораю ну а что нереально поднять голову почитать может по русски не умеешь блин там же написано ром там не только по русски написано блин и не только по китайски написано и по китайски и по английски мы же с тобой мимо шли прочитали и не поперлись причем я не очень умный я там куповатый тип ну да блин бывает такое бывает да дождик конечно в москве шарашит уже который день иногда затихает немного но в целом постоянно вот такая вот погода зато не жарко так ну все мы короче в самолете летим на Сибирь сколько там 4 часа это наша самая любимая с дитятками с маленькими рядом лететь короче что я что Денис очень любим это все дело вот короче все летим домой дома еще пару слов скажу ну собственно все домой мы доехали все нормально все хорошо видео я доделываю 2 августа сегодня день ВДВ всех причастных с праздником история какая с 1 августа начал действовать новый закон об утилизационном сборе если вкратце то смысл в том что в одни руки сейчас можно привести только одну машину в год если это делать чаще то это очень-очень дорого обойдется если вкратце что происходит у нас Денис в целом говорит что тачки мы людям доставлять будем помогать им покупать их будем поэтому если вдруг вам хочется автомобиль из Японии и Кореи но сейчас скорее всего будет сделан упор на Китай но в всяком случае речь об этом шла вот звоните Денису все контакты будут в описании к ролику и он вам подробнее расскажет о том как сейчас будет все происходить если вдруг вам машину хочется новую такие дела такое было путешествие наше так мы доставили Хонду Аккорд новому владельцу владелец доволен все вроде отлично у него поставил на учет нам видео прислал ну вы видели в принципе как это происходило всем спасибо за просмотр всем пока